Приветствую, друзья. Ну, там мне интересно написали. Знала бы я, что у вас на бесплатных ликбезах можно всё получить бесплатно. Стала бы я выходить на вебинары, покупать вебинары. Но в вебинаре, во-первых, в зуму вы можете задавать персональные вопросы, получать персонально развернутый ответ. Это раз. Буду продолжать бесплатные ликбезы. Как бы это ни обесценивало метод, потому что мне написал там один мужик, потому как вы даёте бесплатно многое, поэтому люди не покупают ваши вебинары и так далее, и так далее. Буду всё равно бесплатно давать, потому что это моя помощь ближнему в наше сложное время. И так я делал всегда и буду делать дальше. Ну, конечно, вот есть новый контент, который я там не могу дать. И он у меня не публиковался никогда, ни в книгах, ни в эфирах, никогда его не было. Это энергоэкономика личности. Энергоэкономика личности, там какие... Короче говоря, там я говорю о некоторых вещах, которые помогают человеку быстрее достигать своих целей в различных областях, чем бы он ни занимался, и меньше тратить на это своей энергией. И дольше жить, быть более здоровым, успешным, обаятельным и так далее, и так далее, и так далее. Но это финишные вещи в моей жизни. Это о том, это итоговые вещи. Это те, кто хочет, пожалуйста, ради Бога. Просто там другие условия. И вообще я хотел это сделать, и сделал в своё время в Фейсбуке райскую группу, где мы учимся у Бога. Что значит учиться у Бога? Ну, что такое служить Богу? Богу служить, это значит делать дела хорошие, быть добрым. Да, а не только говорить об этом, а не только молиться. Ну вот, служить Богу, это значит думать не только о себе, а ещё чего. Ну, так вот, друзья, я этим и занимаюсь, поэтому я вам хочу сказать, вебинар у нас будет с Киселёвой, с Валентиной Эдуардовной завтра. Это будет 19-го числа в 20 часов вечера. Кто хочет, выходите. Там будет Zoom, ссылка на Zoom сброшена, и вы выходите с вопросами. Но сначала мы расскажем контент, потом вы зададите вопросы. А бесплатные ликбезы как были, так и будут. Но они ничего не обесценивают, друзья. Они как могут обесценить? Это помощь, а там развитие. Это немножко две разные вещи. Поэтому, друзья, до встречи.